Начинаем наше второе занятие. Факультатив по программированию на C++. Рад приветствовать всех новеньких, кто пришел. Надо сказать, вы пропустили не очень много, ничего страшного абсолютно. Мы в прошлый раз разбирались с вводом-выводом, с операциями, с типами данных. Сегодня наше занятие называется «Ветвление и циклы». И посвящено оно ходу исполнения программы. Дело в том, что одна из важных вещей, которые нужно осмыслить, когда приступаешь к программированию, в принципе, на разных языках, по-разному организовано, это понимание того, как соотнести саму записанную программу и те реальные действия, которые происходят в истории, собственно, вычислительной системы. То есть представим себе, что у нас происходит логирование, от слова «лог», создание полных исторических записей всего, что только происходило на компьютере. Вот некая история. Вот история, она исключительно линейна. Я ее нарисую сверху вниз. А программа, причем она может даже, программа может даже зациклиться и работать бесконечно долго. То есть эта история может начаться и никогда не закончиться. Вот есть такая вещь, которая называется… Да, есть текст программы. Есть исходный текст. Исходный текст программы. Так вот, собственно, где-то в тексте программы есть вот эта вот волшебная точка, да, называется точка входа. Точка входа, с которой начинают исполняться инструкции. Инструкция означает некое действие, да, которое мы можем так или иначе наблюдать. Ну вот, соответственно, тут написана команда там «А», и в истории произошло там, что мы там увидели на экране «А». Написано «Б», произошло нечто «Б». Ну, может быть, это невидимое действие. Тем не менее, оно произошло. То есть вычислилось значение переменной в истории происходящего, и это тем не менее происходит, да. Соответственно, вот они, эти действия идут. Но фишка в том, что вот это линейное, прямолинейное программирование, да, в котором ровно написанная последовательность действий, да, и она ровно осуществляется. И BCDE, и… Все. То есть, на самом деле, любая программа должна заканчиваться. По определению самого понятия «алгоритм». Алгоритм – это последовательность действий, записанная на формальном языке исполнителя. Не пытайтесь запомнить, это не так важно записывать. Последовательность действия на формальном языке исполнителя, которая приводит к цели, да, за конечное время. Так вот, конечное время, да, конечность – это очень важная вещь для алгоритма. Очень важная. Вот. Но, тем не менее, вот эта прямолинейность совсем вот такая вот, да, она имеет смысл. Имеет смысл, например, если мы можем эту программу запускать многократно. То есть, я запустил ее, она выполнилась замечательно. Но история моего компьютера не заканчивается. Могу запустить ее еще раз, еще раз, еще раз. Это прекрасно, да. И там, если это станок ЧПУ, который изготавливает детали, то я тем самым автоматизацию ввожу тем, что я не одну команду каждый раз ему говорю, да, вручную этому станку, а он выполняет команду последовательно. Уже супер. Вот. Но, естественно, возникают разные интересные пожелания. Вот. И одно из самых простых интересных пожеланий – это возможность совершать прыжки. И перейди к пункту 2. И перейди к пункту 3. Когда-то, 30 лет назад, примерно, чуть меньше, в моей жизни появился первый компьютер. Современным аналогом этого компьютера является Raspberry Pi. Почему? Raspberry Pi – это учебный компьютер ограниченной мощности, вот, но с прикольными возможностями. А тогда был ZX Spectrum. И вот на том ZX Spectrum был Basic. Там не было Pascal, не было C, тем более Python. Вот. Там был Basic. И в этом Basic вот эти инструкции нумеровались. Ну, правда, можно было, конечно, нумеровать 1A, 2B, 3C, да? Но лучше было, по опыту, делать 10, 20, 30. Хотя сейчас это не имеет значения. Вот. Но была специальная инструкция, и она есть в языке C и C++, то, G. Это инструкция прыжка, go to, перейди к пункту такому-то. И, соответственно, здесь написано было, там, go to, и дальше какой-то номер. Перейди, там, 2, например. В этом случае в истории исполнения возникает зацикливание. То есть фактически я мог бы нарисовать это стрелочкой. Ну, так нельзя нарисовать в тексте программы, это же не графический редактор, да? Но фактически, да? Вот оно отсылает нас вот сюда. Да? И получается, что при исполнении программы, получается, A, B, C, эта команда, она, выполняясь, ничего существенного не делает, да? Поэтому я не буду ее записывать. Потом снова B, C, потом снова go to, 2, да? Снова B, C, как в том анекдоте про начальника, да? Если начальник, пункт первый, начальник всегда прав. Пункт второй, если начальник не прав, смотри, пункт первый. Да? Вот у нас возникает вот это вот бесконечное зацикливание. Вот это вот, получается, да, оно и называется, вот эта вот перспектива ухода, да? Программа зациклилась. А вот эта конструкция, в которой исполнение команд происходит, вроде бы происходит, да, но раз, раз и за это самое. Так говорят, цикл. Эта штука, это цикл. Понятно? Цикл, это просто вот такая конструкция, в которой некий кусочек, некая последовательность команд повторяется много раз. Вот эта, соответственно, штуковина, да, она из себя представляет повторяющийся набор команд. Надо понимать, что реальные действия могут немножко отличаться. Ну, например, если здесь написано распечатать переменную x, а здесь эта переменная изменяется, да? Ну, соответственно, каждый раз будет распечатываться новое значение этой переменной. Вот, а там оно будет меняться, опять же, по-новому как-то, да? Поэтому, в принципе-то, оно, еще раз говорю, могут действия отличаться, но команды-то те же. Ну, поэтому я их помечаю вот так вот, да? Так вот, вот эти сами команды называют в этом случае тело цикла. Тело цикла. Вот. Как быть, если мы добились того, что у нас прекрасно, тело цикла, да, выполняется и еще, и еще, и еще раз. Ну, во-первых, давайте еще один термин введу. Есть такое понятие, как итерация. Вот это первое выполнение, фактическое, первое фактическое выполнение команд, составляющих тело цикла, называется первая итерация. Первая итерация, пишется, произносится итерация. Да, соответственно, вторая итерация, третья итерация, сколько их будет? Ну, вот это именно та ситуация, когда алгоритм не закончит работать никогда, а значит, по определению алгоритма он не является алгоритмом. Да? Алгоритм это вычислимая функция, он должен когда-то вычислиться. Итак, как же нам быть? Я специально сейчас погружаю вас немножко в тот мир, в котором жил я 25 лет назад, программируя на ZX Spectrum, и то, что мы можем реализовать на C++, вполне познакомится с вот этим видом. Это называется императивное программирование. Когда-то, в конце 40-х, когда только появлялись первые компьютеры, 51-й год, этот малая электронная счетная машина, 44-й или 5-й год, ЭНИАК, в Америке, а в Советском Союзе первый был этот МЭСом в 51-м году. И то в конце. Короче, вот 60-е, начало 60-х годов, да, вот, не 60-е, 60-е, уже другая история, 50-е, конец 40-х, 50-е годы. Команды, 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 оп, можно припрыгнуть. Принцип Джона фон Неймана, переход. Но Джон фон Нейман предложил следующий выход. Условный переход. То есть, мы должны иметь возможность при, по какой-то причине, например, из этого прекрасного, замечательного цикла, выпрыгнуть. Соответственно, есть первый вариант. Я могу поставить вот это условие выпрыгивания из цикла, если, ну, дальше какое-то тра-та-там условие, да, я его в скобочке так возьму, да, тогда выпрыгнуть, да, и тут я должен написать куда. Ну, допустим, например, на позицию 5, да, например, на позицию 5, да, и я выпрыгнул сюда, на вот эту команду. А здесь написано, там, не знаю, exit, ну, не важно, или что-то еще там, команда D. Ну, и тогда, давайте D напишу здесь, да, вот, и тогда что у меня произойдет? У меня будет выполняться, ну, B у меня исчезла, да, у меня осталось только C. Поэтому фактически у меня что будет? C, да, C, C, но в какой-то момент вот это состояние, которое проверяется в этом условии, оно говорит мне, до свидания, давай, до свидания. Поскольку это условие стоит в начале тела цикла, да, то получается, что это условие выхода в начале, да, да. А есть еще, соответственно, вариант, когда я поставлю его в качестве последней инструкции, да, то есть у меня вот здесь вот будет написано, если, тра-та-там, go to, да, и потом зацикливание. Тогда получается, что это условие выхода в конце. Понятно, да? Вот, на самом деле вполне может быть ситуация, когда у меня это условие выхода, ну, прыжок куда-то, да, он у меня, ну, я перенесу, тут go to 6 напишу, да, go to 6, соответственно, это здесь 5-я инструкция, а 6-я, это уже там действие D. И у меня может быть выпрыгивание именно, что B, C, B, C, да, B, C, B, C, но в какой-то момент на какой-то итерации B случается, а C уже нет, да, и после него сразу D. То есть выпрыгивание из середины вот этого самого тела цикла, которое составляет из себя последовательность выполняемых команд. Вот, ну, это такая самая экзотическая ситуация с циклами, тем не менее, иногда она встречается. Вот, я хочу сказать, что вот эта инструкция go to, она была в языке C и в языке C++, она есть, и она будет. Есть причины, по которым она сохраняется. Хотя, конечно, работать вот так вот с go to непросто. Давайте я, во-первых, покажу, как это работает, вот, а потом я сделаю некоторое действие, которое, надеюсь, убедит вас никогда не пользоваться этим, этой командой, кроме некоторых избранных особых случаев. Так, мы с вами живем, где мы живем с вами? А где я хранил наш код, я уже и не помню. Слушайте, я, по-моему, в прошлый раз работал под виндой, а сейчас мне хотелось бы все-таки под линуксом. Так что я, пожалуй, просто возьму и создам новую папочку, потом буду перетаскивать. Я полагаю, что я же репозиторий создавал, да? Сейчас я вытащу это дело. Значит, жил-был репозиторий на гитхабе у меня, и там лежали тексты. Ждите. А, не та клава. Пожалуй, здесь проще будет наискать. Сейчас, простите. А, у меня он закрыт. Закрыт мой браузер. Ладно. Так. Вот они мы. Это называется репозиторий. Здесь лежат программки, которые я в прошлый раз делал. Вот. Я сейчас их перенесу. Ну, пока вам вникать в то, как это происходит, и как я туда выкладываю файлы, не важно. Главное, что вы файлы эти можете взять, скачать. Вот. А я сейчас просто вытащу это дело оттуда. Так. Значит, сделаем этот самый lesson 101. В звездочка CPP lesson 01. И, соответственно, 02. Пожалуй, я немножко погорячился. Все. Все. Простите, пожалуйста, за задержку. Значит, мы с вами lesson 02 сделаем. И я сейчас сделаю маленький файлик. Да, наверное, мне стоит скопировать, чтобы не перенабивать полностью. 01. Что там у нас? Hello, например. Та-дам. Hello. В... Соответственно, сюда назвать его там 01. Go to CPP. Итак, ну вот программа Hello World. Я не буду пояснять еще раз. Да, ся вот эта распечатка. Итак, давайте с вами сделаем... То, понятное дело, что я таких распечаток могу написать много. Да, и в этих распечатках разные вещи повставлять. То есть, например, как я вот там сделал там A. Да. Соответственно. Так, сейчас, секундочку. Самый. A, B, C, D. Да, ну, чтобы мы видели происходящее. Значит, я сделаю так сейчас. У меня B и C будут происходить в серединке. Да, распечатки. Букв B и C. А A в начале, D в конце. Ну, в принципе, я мог бы написать здесь, что это старт. Да, тогда уж. Старт. Да, давайте я тогда продублирую, чтобы у меня тело цикла было подлиннее чуть-чуть. Да, вот по длине пускай будет. А, B, C. Да, а здесь я напишу, что я выхожу. Exit. Ой. Вот. Ну, вот сейчас у меня пока цикла никакого нету. Так, уйди отсюда. Ой-ой-ой. Я не то правил. Ладно. Тогда мы сделаем CP. Вот. А Hello мы просто сделаем reset. Ладно. Ок. Короче, в любом случае, вот он мой файлик. Я могу его сейчас скомпилировать и запустить. Да, простите, пожалуйста. Я продолжаю работать в привычном мне текстовом редакторе. Вам не надо к нему привыкать. Давайте вот я перейду обратно в код-блок. Я на Linux он тоже работает. Он прекрасен тем, что он работает на Linux, на Mac, на Windows, на разных операционных системах. Поэтому мы с ним в частности и работаем. И вот с ним я открою и буду в нем, соответственно, программу выполнять. Итак. Немножко больше шрифт. Вот наша программка. Поехали. Я ее сейчас запускаю. Я прошу прощения, здесь очень мелкий текст, поэтому я, пожалуй, буду все-таки запускать ее в консоли. Так будет попривычнее. Вот так вот. Вот здесь вот она скомпилировалась. Значит, я напоминаю, программы на языке C++, как на компилируемом языке, перед запуском необходимо компилировать. Это отличает их от скриптовых языков, таких как, например, Python, где программа исполняется интерпретатором. То есть программа в исходном тексте еще не является исполняемым файлом. Ее необходимо преобразовать, собственно, в двоичный бинарный код. В то, что непосредственно записывается на языке уже машинных кодов, компьютера, непосредственно процессора. Вот. Поэтому C++ в частности, поэтому он и быстрее. Вот, ладно. Значит, двигаемся вперед. Что я хотел? Я хотел запустить этот файлик и посмотреть, что он мне выдает. Немножко еще больше. Да, вот мы видим, ну, ничего непривычного. Итак, давайте сюда добавим go to. Сделаем go to. Вот эта вот инструкция, она есть. Но здесь не надо указывать номера строк. Не указываются номера строк. Go to в C на метку. То есть я должен указать, куда. Давайте сделаем вот такую метку, которую я назову cycle. Я ее назову большими буквами, чтобы мне было явно видно, что это не переменная, а что это метка. Ой, простите, пожалуйста. Здесь нужно поставить точку с запятой, а вот там, где я хочу, место, куда я собираюсь прыгать, я должен написать вот так вот. Да, и поставить двоеточие. Это никакая не инструкция. Ничего не будет происходить вот от того, что я здесь это написал. Это возможность прыгнуть вот в это место программы. Соответственно, сейчас у меня моя программа. Я ее перекомпилирую сейчас и запущу вот здесь вот. И что я вижу? Я наблюдаю, что моя программа работает, работает и работает, и работает. Да, как BTA-кодюрасел. Вот. Мне приходится нажать комбинацию в Windows Control Break, в Linux Control C, чтобы прервать выполнение этого вычислительного процесса. Ну, там, условно, крестика можно было бы закрыть. Но смысл в том, что этот вычислительный процесс не закончится никогда. Просто никогда. Он будет кушать ресурсы компьютера, да, но никогда ничего не закончится. Вот. И давайте реализуем, собственно, выпрыгивание отсюда. Да, я сделаю, например, вот тут вот. Ну, если я поставлю просто отсюда GoToExit, да, вот сделаю вот такой вот GoToExit, а здесь напишу метку Exit. Да, вот так вот. Ну, после которой, собственно, распечатывается Exit и происходит благополучный выход из программы с возвратом нуля. Итак, вот если я вот так вот сделаю, то я не произойдет выполнение никогда. А, Б, С будет просто всегда проскакиваться. И зацикливание произойти в принципе не сможет. Давайте это дело тоже проверим, да. Вот я перекомпилировал StartExit. Цикл не выполнился ни разу. Значит, мне необходимо написать какое-то условие прыжка, да, в котором будет нечто содержательное. То есть, вот что-то вот здесь вот надо вписать. Так вот, и эти обстоятельства должны быть изменяющимися. Ну, например, я добавлю так, я скажу, если у меня x, да, больше чем 5, давайте, слушайте, 3, больше 3, GoToExit. Ну, я должен создать переменную x, я ее вот так вот выберу, да. Я сразу же задам ей значение равное единичке, да. А в конце цикла, перед тем, как прыгать GoToCycle, я этот x буду увеличивать на единичку. x плюс равно 1. Я в прошлый раз показывал, что в C++, так же, как, впрочем, и в Питоне, есть вот такие замечательные операторы. Замечательные операторы присваивания, которые позволяют более компактно записывать и довольно понятно записывать то же самое, как x равно x плюс 1. Надо сказать, что в C++ есть еще вот такой оператор, плюс-плюс, унарный оператор инкрементации, то есть, собственно, увеличение на единичку. Его люди, которые пишут на C++, очень любят. Получается, что конструкция C++, она вообще-то законная на C++. Впрочем, она законная и на языке C, точно так же, как операция плюс-плюс-C. Только такая переменная должна быть определена. Я плюс-плюс-x могу сделать или x++, но я все-таки по питоновской традиции буду писать плюс-равно. В первую очередь, потому что тогда можно и минус-равно, и умножить-равно, и не обязательно на 1. То есть, ну, как бы логика такая. x умножить-равно 3, но мне в данном случае хочется x плюс-равно 1. Вот. Так вот. Вот все это дело я вам показываю для того, чтобы вы никогда так не писали. Но вы это сейчас поймете. Посмотрите, что получилось. Моя программа начинается, заканчивается, и она выполняет цикл ровно 3 раза. Как это замечательно. То есть, моя переменная x, она у меня, по сути, считает итерации. Я на самом деле вот здесь вот могу добавить в качестве такого дополнения, добавить вот такой разрывчик и распечатывать в каждой строке еще и, собственно, происходящее. Что там у нас с x-ом-то происходит. Чтоб мы видели эти самые итерации. Так, сохраняемся и перекомпилируемся, запускаемся. Что? Ничего произойти не должно. x меньше 3. Так, x изменяется. Ну, я прошу прощения. Меньше 3 условий не будет выполнять. Смотри. В начале x равнялся единичке. Идет проверка. x больше 3. Нет, это не так. Значит, прыжка не происходит. Происходит, собственно, распечатка. Да? Затем x изменяется. И происходит прыжок на начало. Затем проверяется. Но x стал уже равным двойке. То есть, я вот здесь вот, да, вот это вот действие можно назвать словом итерирование. Да? Да? То есть, перешагивание. На следующую итерацию. Понятно? Чуть громче, если можно. Извините. Вот вы написали вводный рейдзит с точкой с капитой, а потом программы ниже, в прошлом условия ифы с больше 3. То, что написано вне точки с капитой, станет словом иф. Аналог L, на самом деле, можно истать L, и не выполнять все. Нет, нет, здесь, товарищи, вот послушайте. В чем фишка того, что я вам рассказываю? Я сейчас посадил вас на машину времени. И перенес вас в те времена, когда не существовало никакого else, не существовало никакого while, никакого, там даже repeat until, не существовало функций, не существовало ничего, кроме команд безусловного перехода и условного перехода. То есть, фишка в том, что сейчас я программирую точно так же, как на ассемблере. Почти точно так же, как на ассемблере, на языке почти машинных кодов. Понимаете? Я целенаправленно отказался от всех конструкций. Вот в прошлый раз я не рассказал вам никаких конструкций синтаксических, в которых происходило бы какое-то изменение хода программы. Ну, просто линейно. В прошлый раз мы линейные команды писали. Понимаете, да? Сейчас же я вам говорю, ребята, разрешим, давайте разрешим себе нарушить этот линейный ход программы, разрешим себе прыгать. Никакого else не существует. Просто если вот это стало правдой, то происходит непосредственное перепрыгивание вот сюда. Все, тыш, все. Наиболее адекватно это можно описать скорее языком блок-схем. Понимаете? То есть, в котором вот у меня идет блок, следующая команда, следующая команда. Потом в этот самый, в какой-то момент, ну, у меня здесь, на самом деле, те команды идут в телецикл, поэтому тут у меня одна команда выполнилась, потом идет условие. Если это условие оказалось правдой, да, то я отсюда выпрыгиваю, да, прыгаю на какую-то позицию. Если же оно оказалось неправдой, то я оказываюсь вот здесь. Сейчас, одну секундочку. Понятно? И тогда там А, Б, С. Да? После чего у меня идет команда, ну, я ее рисую, в блок-семах ее не рисуют, которая возвращает меня вот сюда. И поток выполнения возвращается вот сюда до тех пор, пока вот это вот условие, в данном случае это условие выхода из цикла, да, не приведет к тому, что я попадаю на действие, ну, там оно, exit называется у меня, да. Понятна логика? Никаких, никаких сложных конструкций нет. Есть безусловный переход и условный переход. Или говоря языком ассемблера, jump, да, и там jump, в данном случае greater than. Там, jg. Понятно? Ну, естественно, что я из этого самого go to соорудил сейчас конструкцию, вот здесь вот, которая аналогична, аналогична циклу, который называется цикл с предусловием, да. То есть вот эта штуковина, это цикл с предусловием. Да, и для него, ой, прошу прощения, сейчас. Цикл с предусловием. И для него, конечно же, есть красивый способ его записать, да. Это цикл записывается while, но только есть такая тонкость, да, что цикл while, цикл пока, да, пока что-то, да, что-то, ну, это что-то у меня вот здесь вот, да. Ну, там, в данном случае я предполагал, что это там x, пока x больше 3, да, здесь было x больше 3. Пока x больше 3, да, дальше что? И дальше начинается тело, собственно, тело цикла, да, тело цикла. Я вот здесь вот открываю фигурную скобочку и записываю это тело цикла. Я для простоты сейчас напишу просто ABC. Понятно? Да, прошу прощения, я забыл, что у меня есть еще итерирование. Итерирование забыл, да, x плюс равно 1. Это тоже действие, очень важное, иначе у меня произойдет зацикливание. То есть цикл while, он не безусловный у меня, да, вот этот цикл с предусловием. В начале условия, ну, есть такая тонкость. Дело в том, что вот тут вот у цикла while находится условие входа, а не выхода. А здесь у меня было условие именно выпрыгивания. То есть, чтобы чуть-чуть добавить соответствия, мне нужно понимать, что то, что было написано вот здесь, это антиусловие. Да? А вот сюда я должен его перевести, если перевожу уже в конструкцию, x получается, что меньше либо равно 3. Вот такого значка нету, он пишется меньше равно. x меньше равно 3. Ну, вы питон-то знаете, поэтому там значки сравнения пишутся так же. меньше равно, больше равно. Вот так вот. Вот. И, соответственно, что? В начале я положил x равным нулю, потом спрашиваю пока, тра-та-там, потом говорю, x, изменись, пожалуйста. Не забывайте, что, еще раз, это не безусловно, тогда сам он не поменяется. Интересно то, что для цикла с предусловием... Ой, x равный не нулю, там был x равный единичке. Один, потом он два становится, три становится, на тройке мы еще входим сюда, потом не выходим. Уже не входим. Вот эта конструкция является удобным способом переделать вот эту гаутушную штуку. Ради чего? Вы знаете, сейчас это смешно звучит, особенно после питона. Ради того, чтобы человек глазами увидел структуру программы. Ради вот этого отступа, который питон заставляет вас делать. В C++ вы не обязаны делать этот отступ, потому что есть явные скобочки, которые говорят, здесь блок команд. Понятно? То есть теоретически вы имеете право просто тупо написать через точку запятую, а точка запятая, б точка запятая. Не делайте так. Делаем отступ, радуемся тому, что у нас есть вот эта возможность структурного программирования, писать цикл вот так красиво. Я что хотел сказать, что вот такую конструкцию, в которой есть начальная инициализация, я надеюсь, вы это слово слышали? Слышали такое слово? Скажите. Инициализация от слова init, да, initialization, английское слово. Init. Начать, да, как это, инициация, может слышали, да, как крещение, да, это инициация в православие, ну, по сути, в христианство. Да, вот инициализация, это вхождение в, по сути, ну, некое задание начальных условий, чтобы этот цикл начал нормально, адекватно выполняться. Да? У меня есть условие входа на очередную итерацию, да, условие, по сути, продолжения цикла, чтобы зацикливание по этому условию, оно продолжалось, да. GoTo вот здесь происходит автоматически, да, то есть тут не надо писать GoTo, не надо ставить вот эту метку на Cycle, там, или Loop, Loop еще называют, Loop и Loop, эти циклы назывались. Так вот, не надо никаких меток ставить вообще, да, то есть их мы их, почему вы их и не видите? В питоне GoTo нет вообще. В C его просто не используют почти никогда. В C++ и в C. Вот, но тем не менее он есть. Что я хотел сказать? Вот это называется условие входа на итерацию, да, условие продолжения цикла, а вот эта штуковина, это, собственно, итерирование. Итерирование. То есть, почему оно так называется? Потому что оно, опять же, отслуга английского, слово iteration, да, то есть перешагивание. По сути, да, перешагивание. Понятна логика, да? Вот и все. Запомните, пожалуйста. Еще раз, что мы сейчас узнали, да, что у нас есть тело цикла, да, что перед циклом, наверное, стоит сделать инициализацию, чтобы цикл начал работать разумно, чтобы условие менялось от времени, наверняка необходим какой-то механизм перешагивание и итерирование. Так, сейчас, одну секундочку. Слава Богу, звук хоть не оборвался, но это дело надо сейчас остановить. Да, это напоминание, что пора нам сделать перерыв. Нам надо будет сегодня сделать перерыв, причем минут на 15. С уклоном даже может оказаться в 20, и не позже с 6 мы, я надеюсь, что не позже с 6 мы продолжим. Так что сейчас это спокойно сходите попить и чайок, через 3 минутки мы прервемся. Вот. Я хочу сказать следующее, что есть такой красивый способ вот это все упаковать еще короче. Есть цикл для, цикл for. Вместо while я напишу for, дальше я вот эту инициализацию поставлю вот сюда. x равно 1. Дальше, это на самом деле редкость и неожиданная вещь. Прямо в серединке круглых скобок цикла for пишется точка с запятой. Но это не конец команды. Это так просто синтаксически положено. Такое специфическое значение, контекстно-зависимое. Это не конец команды, это именно что? То есть у меня составной такой цикл. x равно 1. Это у меня что? Инициализация. Дайте я лучше точку запятую сделаю оранжевой. Дальше, вот этот кусочек, условия входа, сюда. x, соответственно, меньше, либо равно 3. Да? И дальше, собственно, механизм итерирования. x плюс равно 1. После чего я вставляю то же самое тело цикла. Только теперь вот этот кусочек мне вставлять не нужно. Согласитесь, что это более компактно. Да? И в тех ситуациях можно пользоваться обычным циклом while, а можно пользоваться вот этой его сокращенной формой циклом for. Надо сказать, что питоновский цикл for он не является циклом while. А вот в C++ цикл for это всего лишь синтаксический сахар. Такое слово есть, да? Синтаксический сахар. Sugar. Это это синтаксическое украшение, которое придумали создатели языка. Оно не ускоряет программу, не меняет смысла, но оно делает программу более красивой. И так тоже можно. И так тоже можно, да? То есть можно чай пить без сахара, а можно с сахаром, да? Вот for это синтаксический. For в современном C++ есть другой, более продвинутый. Но я хочу, чтобы вот этот классический вы понимали. И на самом деле при большом желании я могу, если у меня нет никакой инициализации, не нужна она мне. Если у меня нет механизма итерирования, мне нужны только условия входа. Я имею право вот это вот в принципе просто не писать. Будет скобка, точка с запятой, условия входа, точка с запятой и снова пустота. Ну мало ли, может быть такая ситуация. Да, может быть. Да? Если цикл без этого дела. Слушайте, последнее, что я покажу вам перед перерывом. Слушайте, мне еще ветвление нужно будет рассказать. Нет, все-таки я хочу перед перерывом показать. Естественно, что если я вот это условие перенесу в конец, то нужно будет делать уже цикл с условием, с постусловием. А если с серединки, тогда, извините, вариантов у меня простых нету. Ну, на самом деле, есть там инструкция break, но сейчас давайте ее тоже пока не трогать. Я хочу вам сказать, что в этом самом сейчас я хотел сделать что? Я хотел сделать следующее. показать такую конструкцию, в которой А, Б, сейчас, секундочку, мне будет проще, если будет с условием выхода действовать. У меня А, да, давайте, Б, да, и вот здесь вот условие на прыжок назад. Здесь вот условие на прыжок назад, да, А, Б, а здесь некое условие, по которому я буду прыгать назад, да, вот, после чего я делаю действие С, да, а потом я ставлю еще один прыжок назад. Но второй прыжок идет вот сюда. что получится в результате? Я имею право при помощи GoTo написать вот такую вот конструкцию. Что получится? Что у меня программа, начавшись, может начать зацикливаться по вот этому первому кругу, да, и она, в принципе, здесь имеет право зациклиться. Ну, условие у меня срабатывает на прыжок, и я GoTo сюда, GoTo сюда. Программа может пройти мимо этого условия, сказать, так, это условие у меня, например, ложно прыгать не надо, пробегает сюда, выполняется С, и у меня что? Пробегает вот сюда, да, и выполняется Б, и программа может вот по такому кругу идет, не А, Б, А, Б, да, А, Б, С, Б, С, да, но с другой стороны, может происходить и вот такая штука, Б, А, Б, С, потом смотрите, Б, С, да, Б, А, Б, С, Б, С, А, Б, то есть, может вот такая баранка, да, загибаться. Предсказать поведение программы, в которой много прыжков, вот этих GoTo, очень сложно, просто непонятно, что происходит. Более того, вот эта конструкция, она слабосмысленна, да, ее трудно реализовать при помощи циклов Wild или каких-то других, непонятно, как это сконструировать, но самое главное, непонятно, зачем это надо. Оно не нужно. Понятна логика? Так, друзья, значит, что мы с вами делаем? Мы делаем перерыв в 18.00, ну, я в принципе на связи в Телеграме, я нужно просто дело одно сделать важное, вот, а так пока мы прервемся на 15, максимум 20 минут. Отдохните пока. Итак, продолжение занятия после перерыва. Кто не успел, тот опоздал, надеюсь, все присутствуют. Итак, мы поговорили про цикл с предусловием, да, и его реализовали через GoTo. В принципе, как раз наоборот, да, я вас подвел сейчас от примитивного к тому, что вы давно знали и так. А давайте сейчас пойдем иначе. Вот вы прекрасно знаете конструкцию если то, иначе все. Ну, это она так на кумире называется, если то, иначе все. Если if на трататан двоеточие на что там else. Ну, это я пишу на питоне. Да, ну, а здесь команды, составляющие тело цикла. Ну, первое, давайте от, как сказать, известного на питоне перейдем к C++. Двоеточие не ставятся, блоки команд берутся в фигурные скобки, да, то есть, вот у меня идет блок команд, вот тут раз, два, на else, соответственно, раз, два. Ну, отступы по возможности сохраняем, да, то есть, это традиция структурного программирования, чтобы код выглядел внятно, да, вот, изменения не сверхсущественные, но я хотел бы, опять же, кратенько поговорить с вами, показать вам, как это реализуется при помощи, как сказать, на самом деле, какова правда, как это на самом деле реализовано, потому что надо понимать, что после компиляции ваш программный код на C++ становится кодом на, ну, на Семблере и в конечном счете на машинных кодах, и там как раз не будет никакого if-else, там будут именно джампы, прыжки, вот, ну, то, что C++ на его нижнем уровне называется go to. Итак, давайте подумаем, значит, у нас есть некое условие, если оно правда, то должно выполняться вот это, а если не правда, тогда мы прыгаем вот сюда. Итак, значит, я вот здесь вместо else, да, я поставлю метку, которая будет называться елся, двоеточие, это есть только метка, куда можно прыгать, да, и должна быть метка, которая называется, собственно, выход, да, ну, в данном случае, конечно, and if, я назову эту метку, and if, большими буковками, специально, чтобы отличать от названий переменных, вот такое вот наименование для точки прыжка, метка, это точка, куда можно прыгать, вот, значит, и вот здесь вот это условие, если, трататам, go to, да, ну, понятно, итак, первое, что я должен сказать, это то, что вот это условие, да, условие, которое вот тут написано, оно, по идее, должно быть условием, чего, условием того, что мы попадаем вот сюда, а вот это условие, ну, логично, что мне нужно перепрыгивать, а если нет, тогда не надо перепрыгивать, получается, что я попадаю, вот сюда, ровно в противоположном случае, да, если не условие, ну, в этом случае я напишу нот, оператор логический, да, нот, вот это самое условие, которое там, каким-то образом должно быть сформулировано, да, я прыгаю, перепрыгиваю вот этот кусок, который выполняется в прямом исполнении, да, go to else, да, и тем самым, если это условие неправда, то я пропускаю вот эту часть, но, если оно правда, тогда те действия, которые были сделаны здесь, да, прямые действия, да, прямые действия, ну, или, скажем так, истинные, да, а здесь действия альтернативные, то есть это исполнение с альтернативой, вот, ну, или, скажем так, базовые действия, да, а это альтернативные действия, соответственно, вот эти базовые прямые действия, они у меня находятся вот здесь вот, да, прямые действия, а вот здесь вот альтернатива, но фишка в том, что сами по себе метки не меняют ход выполнения программы, этих меток может стоять хоть тысяча, программа все равно выполняется последовательно по командам, команда, 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 таким образом, если окажется вот это вот условие, окажется правдой, а значит его отрицание, неправдой, а значит мы не перепрыгнули на else, то произойдет следующее, в начале будут выполнены прямые действия, а потом, елки-палки, альтернативные, поэтому, на ассемблере, вот здесь вот будет перепрыгивание, да, вот здесь вот будет обязательно дополнительно перепрыгивание, go to, да, and if, ну, там это будет как-то по-другому называться, не суть важна, да, но в смысле того, что мне, видите, требуется целых две метки, один безусловный прыжок, и один, один условный, прошу прощения, прыжок, а один безусловный, по-любому, понятно, потому что я должен, как я говорю, это выполняю, а эти действия перепрыгиваю, ну, естественно, в блок-схемах, да, это будет рисоваться скорее по-другому, да, то есть у меня есть действия, я не буду это уже выполнять, записывать на языке программ, программирование, действия, после которого я по-любому иду на выход, да, на выход, да, а вот это действие, да, я сюда попадаю вот оттуда, да, если это условие таковое оказывается, да, то есть я здесь нарисую, вот этот блок условия, да, если оно правда, то я перепрыгиваю вот сюда, да, ну, а тут просто, да, у меня сливается, сливается, ну, когда рисуют блок-схемы, то обычно все-таки их рисуют, как это, равноправные, да, то есть мы же блок-схему рисуем на плоскости, поэтому имеем возможность сделать вот такую красоту, ничку, да, а по сути, да, go to это линиеризация блок-схем в линеечку. Ладно, рассказал я про ветвление, да, естественно, что в ветвлении может не быть альтернативного действия, тогда просто мы берем и выпрыгиваем сразу, если это условие оказалось неправдой, ну, выпрыгнуть из этого действия, да, ну, в случае блок-схем мы просто не рисуем вот эту штуку, да, альтернативное действие, и у нас только если да, тогда мы выполняем необходимое действие записанное в, ну, это не тело цикла, да, это получается тело условного оператора. Вот. Короче, что можно делать интересного? Если сочетать, да, и еще понятное дело, что вот благодаря блокам кода, вот этим фигурным скобочкам, внутрь ветвления можно закладывать много команд. Но интересно то, что ветвления и циклы можно еще и комбинировать друг с другом. Так, я по ходу исполнения программы рассказал все, что собирался. Подня, прошу прощения, еще немножко не все, но пока прервусь на секундочку. Хотелось бы немножко практических задачек порассказывать, практических примеров в начале. Давайте представим себе, что я считываю с клавиатуры числа. Считываю с клавиатуры числа. И мне нужно все эти числа просто просуммировать. Просто сумму всех чисел, которые введут с клавиатуры. Давайте. Задача. Сумма всех чисел, которые вводятся с клавиатуры. Так вот, вот в этой формулировке, в этой формулировке задача не полна. Не полна. Потому что непонятно, сколько же этих чисел. И говорю, ну разное может быть число. Хорошо, разное, но когда я узнаю, какое оно, это разное, понимаете? Либо я знаю заранее, знаю заранее это число, чисел. Давайте назовем ее буковкой N. А второй вариант, когда я не знаю заранее, сколько чисел. А как тогда я могу процесс остановить? Ну что, неужели это бесконечный цикл должен быть? Получил очередное число с клавиатуры, прибавил его, получил очередное, прибавил, получил. Как это закончится? Так вот, я в этом случае должен остановиться по какой-то другой причине. Эта другая причина, чаще всего, называется терминальный элемент. соответственно терминатор потока, признак остановки, точнее имеется терминальный элемент, ну или терминатор, терминатор входного потока. Пример. Складывать числа с клавиатуры, пока не будет введено число 0. Да? Складывать все числа с клавиатуры, пока не будет введено число 0. Давайте вначале решим простой вариант, когда мы знаем заранее это число n. В этом случае мы тупо будем суммировать, ничего сверхсложного сейчас не будет. Только мне нужно снова открыть наш... Так. Итак. Что мы имеем? Так. Я знаю, что мне сделать, чтобы там этот самый вернуть. Ой. Неправильно. Не гитар, а просто рэм. Простите, я пока изменения выношу и комментирую. Значит, это самое я хотел еще что сделать. Это... Ага. Так. Что хотел? Гид. Этот самый check-out хотел. Что такое? Да, е-мое. О, все. Норм. Удалось. Вытащить его из небытия. Ладно. А хотел я теперь скопировать файлик с предыдущего урока 02. Значит, и скопировать его сюда, и назвать его 02 этот самый for some. Значит, так. Никакого name нам не надо. У нас будет, собственно, сумма чисел. Для этого мне необходимо будет две переменные. Одна переменная будет... Ну, слушайте, я хочу, чтобы числа могли быть большими, поэтому я сделаю их 64-битными. Слава богу, компьютеры уже довольно давно 64-битные, и никаких проблем описать int64 нет. Пусть такой будет. Я введу переменную s в переменную x. Вот. Ну, что я сделаю дальше? На самом деле, x здесь необязательно вводить. Вот. Поэтому я давайте лучше сделаю s и сразу положу его равным нулю. d Дальше я буду, соответственно, говорить в enter number of numbers. Число чисел. Мне нужно знать число чисел. В принципе, это может быть просто простой int. Я скажу n. Ну, я не могу его инициализировать, потому что мне нужно его получить с клавиатуры. И я это n получу с клавиатуры. После чего, да, я буду эти числа суммировать. Для этого я запускаю цикл for. В цикле for я имею право, я имею право, в месте, где происходит инициализация, прямо создать временную переменную. Вот так вот. Int i равно нулю. Например, i от слова iteration или index. Это довольно стандартное имя для таких счетных переменных. Пока i меньше, чем n. i плюс равно 1. И, соответственно, в теле этого цикла я буду делать очень простые вещи. Я буду брать число. Так, не то делаю. Взять оттуда с клавиатуры число. С клавиатуры взять число. И это число прибавить к сумме чисел s плюс равно x. То есть сумма станет равна старому значению суммы плюс очередной x. То есть механизм вычислений довольно примитивен и понятен на самом деле. Да, правда, никаких проблем нету с этим. Прочитать x, добавить x к сумме. Присовокупить его туда. Давайте еще разок посмотрим на заголовок цикла for. Вот эта строка называется заголовок цикла. Что я здесь делаю? Я говорю, если i... Ой, не если, прошу прощения. Создать переменную i и положить ее равную нулю. Это делается один раз до цикла. Затем я говорю, i меньше n. То есть пока i меньше, чем n. И говорю, когда шагаю на следующую итерацию, увеличить i на единичку. Начальный i будет равен нулю. Потом единичке, потом двойке. Когда я достигну равного n, то я не пойду в цикл. В результате i пробежит значение от нуля до n минус одного. Прямо вот ровненько, как делает функция range в питоне. Понятно? Вот это классический заголовок цикла for, чтобы пробежаться от... Ну, сделать n итераций. Мне сказали число чисел. Я его прочитал, собственно. Я бегу по этому числу чисел, считываю очередное число и закладываю его в s. Тут надо сказать, что переменной x-то у меня таки нет нигде. Хорошо бы ее создать. А на самом деле я имею право создать ее прямо в теле цикла. Нет необходимости в этой переменной где-то вовне. Чем локальней будет эта переменная, тем легче будет компилятору сообразить. Он может вообще, знаете, сделать так. Он оптимизирует и скажет, да не буду я вообще делать отдельную переменную в памяти компьютера. Во-первых, у меня есть кэш-процессора. Да вообще у меня регистр процессора. А у современных процессоров этих регистров много. Скажут, зачем мне нужна эта... Она временная. Пусть побудет вообще в регистре. И сэкономит и ускорит вычисление. Но это мелочи. На самом деле мне принципиально не важно, тут я пишу эту переменную или тут. На самом деле компилятор достаточно умен, чтобы и в этом случае все равно оптимизировать при большом желании использовать x в регистре. Если ему так удобно. Понятно? Поэтому место объявления переменной желательно делать более локальным. То есть, если уж оно используется только в теле цикла, так что его не описать внутри тела цикла. Пусть он прям внутри этого блока команды будет описан. Давайте запустимся. Я скомпилировал. Что такое? Он говорит мне, что тут есть ошибка. А, ну конечно, какой нейм? Нету никакого нейма. Сам равно... Ну только сумму мне нужно написать s. sum of numbers is Ну и там дальше, собственно, число будет. Точка. Все, поехали. Компилируем. Программа скомпилировалась. Давайте ее запустим. И так он говорит, введите число чисел. Я ему скажу, давай пяток чисел тебе введу. 1, 2, 3, 4, 5. Сумма чисел равна 15. Прекрасно. Программа молодец. Программа молодец. Давайте сделаем, чтобы мы увидели полностью идентичный вариант с циклом while, который я уже показывал. Давайте 0, 2, sum, cpp. Сделаем 0, 3, while, sum, cpp. И в этой версии с циклом while превратим цикл for в цикл while. Как это сделаем? Смотрите. Инициализацию я выдираю перед циклом. Итерирование я отправляю, собственно, вот сюда в конец. Вот здесь. А вот это, собственно, вхождение. Пока i меньше, чем n. Делать сие действия. Ну и вот она, итерирование. Ну и точку с запятой в конце тут поставлю. И вот здесь тоже нужна точка с запятой теперь. Чуть менее компактно, но абсолютно идентично. То есть вот эта программа на 0, 3 ничем не отличается от той по существу. Ну, не важно. 5, 4, 3, 1, 2 тоже даст сумме 15. Я только порядок изменил. А вот теперь давайте сделаем из вот этой версии программы, да, 0, 3 while сам ТПП, сделаем версию 0, 4, в котором у нас будет цикл с терминатором. Терминатор. Давайте. Так, я пока его открываю и иду к доске. К доске, Тимофей Федорович. Итак, первая ситуация принципиально понятна. Мы просто должны отсчитывать некоторым образом количество итераций. И программа, если только мы совсем не запутаемся, она не зацикливается никогда. Ну, известно количество итераций. Все, двигаемся. А вот тут получается, что входной поток теоретически может быть бесконечным. Согласны? То есть, корректность взаимодействия пользователя с программой, в том числе, определяет ее корректность итоговую. Будет когда-нибудь вообще вычислена сумма или нет? Как нам поступить? Давайте с точки зрения блок-схемы обсудим. То есть, смысл в том, что я должен считать очередной x. Ну, понятно, я там положу сумму в нуля. Затем я должен что сделать? Считать число x. В блок-схемах это вот так рисуется. Считать число x. Да? Затем что я должен сделать? Проверить, является ли x терминатором. x терминатор. Как в фильме терминатор. И если он является терминатором, да, то я покидаю это действие. Говорю, опа, выйти отсюда. Если же он не является терминатором, тогда я что делаю? Говорю, замечательно. Я пускаю его в убежище. Я говорю, s, да, плюс равно x. Выполняю второе, ну, собственно, действие, да, непосредственно. После этого я должен возвращаться к запуску следующего человека, да, то есть вот сюда. В чем здесь интересная фишка? Дело в том, что это как раз та ситуация, когда у меня действия по считыванию x и действия по суммированию этого x, они находятся, как бы его обнимают ту точку, тот момент, когда мы принимаем решение о выходе. Да, о выходе, ну, выход уже оконечный, чтобы распечатать, наконец, эту сумму на экран. Дорогие товарищи, участники нашего семинара, вам понятна сложность проблемы? Смотрите, почему-то плохо слышно. Кирилл, это ты, да, говоришь? Это Ваня говорит. Ваня, у меня почему-то не все отображает. А, вот, Ваня сушен. Смотри, Ваня, представь себе ситуацию такую. Если бы у нас выход из цикла происходил вот здесь, условие стояло бы в самом его начале. Никаких проблем. Я бы сделал цикл с предусловием, цикл while. Если бы у меня условие стояло в конце, я бы сделал нелюбимый мной цикл do while, цикл с постусловием. Я его вам даже не хочу рассказывать, не люблю его, поэтому и не буду рассказывать. Вот. Ну, он существует, цикл, в котором просто это условие стоит в конце. А здесь проблема в том, что выход отсюда происходит из середины. Если бы я писал при помощи go-to, никаких проблем. Я беру и делаю go-to в начало лупа, в начало цикла, да. А в серединке я спрашиваю, если x равен терминальному элементу, ну, x равен нулю. Я оттуда выпрыгиваю. Понятно, да? Да. А как это реализовать при помощи циклов, без go-to? Надо сказать, что есть такой механизм, который, ну, он делает go-to чуть-чуть более приличным. Ну, чтоб меток не писать. Можно использовать вот такую конструкцию. Смотрите. Пока... Ну, я в начале s положил равен нулю. s равно нулю. Дальше я говорю, пока всегда. While true. Прикольно, да? Пока всегда. Бесконечный цикл. Я сразу говорю, цикл бесконечный. Но на самом деле неправда. Это такая эмуляция. Я делаю специальный цикл псевдо-бесконечный. Потом я считываю x. cn x. Считал x. А потом я говорю явным образом. Если у меня x равен нулю. Равен, равен нулю. Это для чего? Чтобы проверить, не терминальный ли он. Вы знаете, одна из преподавательниц в МФТИ, которая много времени потратила, обучая балбесов. Ну и еще там, товарищи, многие говорили, что в c++ имеет смысл сравнивать переменную и константу вот так. Знаете, почему? Почему 0 равно равно x лучше, чем x равно равно нулю? Потому что, когда вы ошибетесь и напишите 0 равно x, то компилятор в этот момент забастует и скажет, простите, это невозможно скомпилировать. Нельзя присвоить в 0. А вот если вы напишите вот так, если x равно нулю, то в этом случае у вас это арифметическое действие с побочным эффектом. Присваивание в c++ это арифметическое действие с побочным эффектом, в котором x присваивается 0, но результат вычислений тоже равняется правой части, то есть нулю. Таким образом, вот это сравнение будет ложным всегда, да еще и портить x. Это совсем не то, чего бы хотели, понятно? Поэтому не путайте, пожалуйста, присваивание и сравнение. Сравнение всегда равно равно. А еще, вот воспользуйтесь вот этим дурацким странным, он не сработает, если у вас там две переменные. И тогда ошибка будет фатальной. Равно или равно равно. В питоне так нельзя, потому что там присваивание всегда отдельным операторам происходит. А в c++ это арифметическая операция с побочным эффектом. Короче, 0 равно равно x. Вот я так напишу. И что я в этом случае делаю? Я, ну, если я себе разрешаю пользоваться оператором go to, то я так и сделаю go to exit. Ну или out of loop. Да? Здесь дальше s плюс равно x делаю. И вот завершил. А вне цикла я пишу метку, которая называется exit. Или как-то еще по-другому ее могут называть двоеточие. Ну и тут будет все out этой самой суммы s. Ну, во-первых, go to является, как сказать, go to это объект ненависти. Дракон, которого надо убить. Его надо ненавидеть. Как мне отказаться от него и как мне не создавать вот эту метку exit? Ответ очень простой. Есть специальное слово break. Break это ключевое слово по выпрыгиванию. Go to. Это на самом деле и есть go to. Просто спрятанный. Выпрыгивание за пределы текущего цикла. Все, сломать. Текущий цикл кончился. Поехали делать то, что после него. Понятно? Надо сказать, кстати, что есть еще один интересный способ. Вот представьте себе, что цикл, тело цикла, это стадион с препятствиями. Вот вы бежите по стадиону и выполняете какие-то действия. Вот вы подбежали к старту, инициализация старта. Вот, собственно, пошел старт. И на старте вас проверяют. На усталость, например. Голова не кружится, ты способен стоять на ногах. Бежишь, все, побежал. То есть, если ты готов, ты пробежал круг, и говоришь, я не готов. И говоришь, если готов, не готов, до свидания, ты уходишь. Соответственно, корректно. А тут я говорю, ребята, в середине цикла можно, если что, спрыгнуть. Как бы аварийный выход получается. Аварийный выход такой. Брейк. Ты попадаешь туда же, на то же самое, ты все, ушел с тренировки. Но есть еще одна интересная штука. Можно, бежал, 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 и тут в какой-то момент ты говоришь, все, мне надоело, кажется, больше бежать не хочу. Нажимаю кнопку телепорта и телепортируюсь на старт. Этот прыжок называется континюэ. Это как, знаете, конвейер. И вот конвейер, это самое, а, пропускаю. Или как это, спасавал в преференции. Я эту партию просто пропускаю. Ясно? Так. А, короче, можно вот так сделать. Вот такой механизм можно использовать. Но если быть совсем, вот попытаться решить это еще элегантнее. Знаете, как это можно сделать? Смотрите, получается, что у меня? Вот это действие назову буковкой А. А, давайте так. Действие по проверке. А, вайл тут, собственно, ничего не делает, кроме как зацикливает. Потому что вайл true, он как вайл 2 равно 4. Действие А. Да? Считать Икса. Действие Б. Это проверить, да, его. И действие С. И фишка в том, что для того, чтобы терминатор не попал в убежище, да, терминатор не был сюда вот включен, я вовремя выскочил, да, у меня действия должны выполняться так. И действие должно выполняться так. А, Б, С, да, дальше что? А, Б, С, А, Б, С, но в какой-то момент происходит проверка Б, это А, Б, и в этот-то момент ввели Х, равный нулю. Я узнаю это в тот момент, когда я вот это проверяю, и на С я уже не иду. Да? И все. Я попадаю на экзит. Да? Ну, там, не знаю, Д я напишу тут, да? А здесь я не знаю, там, З напишу. Ну, начало всей этой конители, да? То есть, посмотрите, получается, что вот эта вот последовательность, она циклична, но в ней эта цикличность не идеальна. Я имею право эту цикличность выделить цикл как А, Б, С, А, Б, С, А, Б, С, а в конце вот такой вот А, Б. Причем условием того, что мне не надо продолжать, является именно Б. В момент, когда начинается А, я еще не знаю. Я не могу. Не сделав А, проверить уже значение Б. Да? Потому что не считав Х, я не могу посмотреть, равен он нулю или нет. Является ли он терминатором. Но дело в том, что здесь можно выделить цикл иначе. Я имею право взять и доходить С, А, Б, С, А, Б, С, А, Б. Да? Ну, тогда, правда, получается, что вот эти А, Б должны быть выполнены до цикла. Но в данном случае будет красивее вот такой способ. А отдельно, а потом Б, С, А, Б, С, А, Б, С. Что я имею в виду? Дело в том, что если бы цикл был реально бесконечным, тогда я мог бы вот это действие С просто переместить, вот крутнуть вот так, да? Как хоровод сделать такой, да? С, А, Б, С, А, Б. Пожалуйста. Это как, знаете, дети иногда балуются со звуками. Там, например, вороны. Да? Вороны. И вот я, например, говорю. Вороны, 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 вороны. Что я говорю? Я говорю, роныва. Да? Или вороны, да? Или роныва, или ны воро, да? Послушайте еще. Вороны, 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 вороны. А может, ны воро я говорю, да? То есть, если бы он никогда не начинался, никогда не заканчивался, невозможно выделить, да? Ну, может, точнее, любой вариант равноправен, да? Но если он, вот, как вот в этой ситуации, да, у нас вот он вот неидеальный, да, то я могу выделить по-разному. И возникают внециклические действия. Мне нужно что-то выделить, как внециклическое действие. Цикл с предусловием прекрасен, потому что как раз условие входа является таким стартовым. И он каждый раз будет проверять его. И вот в последний раз он проверит это условие и не будет выполнять тело цикла. Понятно? То есть, что я могу сделать? Мне достаточно вот эту хрень отправить в конец цикла, но ее придется еще один раз повторить как префикс, да, перед началом цикла. Давайте покажу непосредственно в коде. И вы почувствуете от этого определенную радость, возможно. Итак. Еп. Итак, смотрите. Не знаю я заранее число чисел. Да? Я жду терминатора. Так. Дорогие участники. Сейчас я немножко сожму. Не все влазит на меня. Итак. Значит, что я делаю еще раз? Я. Вот моя сумма. Число чисел. Не знаю. Знать не могу. Так. Значит. Количество итераций. Знать не знаю. Да? Давайте первый вариант. Слушайте, а давайте я сделаю оба варианта. While true. Да? Пока всегда. Да? И здесь я не могу ничего сказать. Ну, правда, число x мне нужно иметь вне цикла определенного. Хотя нет, не обязательно. В данном случае. Слушайте, я его уже там брошу и все. Итак, что я делаю? Я считываю x, я прибавляю x к s, да? Но вот здесь, вот в этом моменте, нужно просить. Если x у меня терминатор, да? 0 равно равно x, да? Что я делаю? Go to exit. Да? Ну, я вот здесь сразу, давайте, воспользуюсь чем. Ну, слушайте, я напишу вот здесь вот этот самый exit. Да? Запущу, чтобы это дело тоже работало. Вот она распечатка суммы s тут будет. Да? Давайте это дело поскомпилируем, да проверим. Итак, я начинаю вводить числа. 1, 2, 3, 4. И тут, давайте, 5. И тут пришел терминатор. Ну, все прикольно, да? Работает. Вариант номер 2. Да? Я закомментирую go to exit и заменю его на break. А этот go to exit останется как эквивалент, да? Как эквивалент того, что могло быть. Я не буду его удалять, пусть он в себе повисит в коде. И метку не буду удалять, да? Так, перекомпиляция и перезапуск. Компиляцию нажимаю Ctrl F9 и он перекомпилировал без запуска. 10, 20, 30, 0. Внезапно терминатор. 60. К этому моменту как раз накопилась сумма 60. Вот. А теперь я сделаю вариант, в котором не будет ни go to, ни break. А, да, на самом деле, вот в этот момент можно было бы сказать, а давайте просто в начале x положим неравным нулю, и тут же будем его, пока x не равен нулю, но есть ситуация, которая может сказать, что нехорошо. Терминатор не должен попадать в убежище. x не должен туда попадать. Почему? А представьте себе, если я буду домножать на x. Понимаете? В этом случае дело будет плохо. Ну, тогда, понятно, это будет не сумма, да, а произведение, да. Вот, но... Ой, прошу прощения. Я покажу, как это будет работать, да. Сейчас это будет работать, но если я спихну ниже это условие, то не будет хорошо работать. 1, 2, 3. Произведение равно 3, да. Сейчас он... О, 6, прошу прощения. Да, сейчас он нормально считает это дело. Но если я вот это дело вставлю вот сюда, да, или скажу, пока x не равен нулю, да, что будет, по сути, тем же самым. Да, только мне вначале придется эффективное значение какое-нибудь туда вписать, не важно какое, да, 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Это плохо. То, что я сейчас делаю, это ужасно совершенно. А самое главное, результат, который вы сейчас видите, будет тоже ужасен. Замечательно ужасен. Control F9, запускаемся, и смотрим 1, 2, 3. Пришел терминатор, и терминатор попал в убежище. Ну, правда, произведение, да, production, а не сам. Сейчас написано неправильно, да, потому что я фактически их перемножаю, начиная с единицы. Ну, у меня терминатор нолик взял и терминатор считался членом последовательности. Это некорректно. То есть, у меня вот это действие должно обязательно было происходить до. Вот так вот, да. Ну, и тогда, естественно, что здесь while true, извините, все-таки, да. Ну, а здесь тогда не важно, потому что x не проверяется до момента, пока он не прочитается. Вот. Ну, короче, вот я в итоге сейчас вот эту ситуацию я скомпилирую, проверю, что у меня все норма. 1, 2, 3, 0. Осталось только плюсик вернуть вместо умножения, и тогда будет совсем хорошо. Так, очень хорошо. Теперь осталось что? Осталось что? Переделать это дело на вариант номер 2. Да, значит, это дело мы сделаем. cp04 while терминатор cpp на, соответственно, 05 while терминатор cpp. Ну, он, в принципе, тот же самый, да. Вот, они похожи. Ну, единственное на что, я четвертый, наверное, все-таки изменю и назову его while терминатор, переименую на 0.4 while break, потому что именно тут мы узнали про конструкцию break. Так, сейчас все объектные файлы попотрём. Так, ну, тут сложнее будет. ОК. Да, опечатки с опечатками. ОК, все ушли, файлики ушли. Значит, вы, знаете, вот вам, если хочется посмотреть файлики поспокойнее, то, во-первых, вы можете сразу это делать на занятии или после. Ссылочка, она вот она. Я её, по-моему, в наш телеграм-канал скидывал. Сейчас. Ну, вот я её самое скину. А, вот сюда нужно её скинуть. Нет, не то. Не там нажимать. Вот. Короче. Возвращаемся к этому. Close it. Close. Нет, не хочу save changes. Давайте откроем вот этот while терминатор и в нём исправим так, чтобы не было ни экзита, ни go to, ни break. В этом случае я скажу так. Пока x не равен нулю, да, обратите внимание, что здесь меняется, да, я именно на отрицание говорю, x не ноль, да, но мне нужно, в результате само действие b, оно теперь содержится в заголовке. цикловайл. Но мне нужно что сделать? Чтобы у меня он не равный нулю, то есть не терминатор, а человек, он засуммировался, а потом у меня уже происходил вот этот вот процесс, да, считывание очередного x, то есть получается b, c, a, да, b, c, a. Но a, вот это действие по считыванию x, должно произойти один раз в самом начале. Поэтому вот здесь вот, да, я его выношу однократно за пределы цикла. Между прочим, это довольно-таки неплохо получается. Получается, что я как бы инициализируюсь тем, что я создаю переменную x и считываю её с клавиатуры. А потом я спрашиваю, пока ты не терминатор, да, засуммировать тебя, а потом взять следующего. Получается, что вот это действие напоминает нам процесс итерирования. Да? Это похоже на итерирование. Понятно? На самом деле, я мог бы вот это всё запихнуть в цикл for. Но я не извращенец, я этого делать не буду. Не хочу. Так оно выглядит вполне достаточно адекватно и естественно. Понятно? Так, ну и давайте проверим, что вот эта пятая версия, она тоже работает адекватно. 10, 30, 20, 50, 40, должно быть 150 и нолик. Оп-ча! 151. Знаете, в чём дело? Вот здесь ошибка. Надо было ноль сюда вписать. Я, когда перемножение делал, я там подкорректировал чуточку. Давайте исправим. Там в четвёртом, скорее всего, та же проблема осталась, а я её не вычитал. Вот S равно нулю, и она у меня теперь будет исправленная. Всё! Окей. Ушло текущее. Значит, и пора, что нам обсудить ещё? Вот мы с вами поработали с считыванием и подсчётом суммы чисел в последовательности. Знаете, странно будет для первого случая считать само количество чисел, то есть делать сам подсчёт. А вот в случае с терминальным элементом это можно делать. Отличие будет, собственно, вот в этом главном месте. Как мы учитываем очередного человека? Вот эти действия получаются как подсчёт некой статистики. Как подсчёт статистики. То есть есть последовательность. Я говорю, можно просуммировать эти числа, а можно подсчитать эти числа до появления терминатора. В этом случае я переменную назову n, равное нулю. Она будет у меня называться n, которая мне как раз и неизвестна в начале. А действие по итерированию будет прибавлением не x, а, собственно, единички. Очень простая логика. Правда? При большом желании я могу вот это прибавление единички сделать условным. Ну, при каком-то условии, что этот x, например, положительный. То я буду считать только людей с положительной. Или если это температура. Я стою и замеряю температуру. И пока температура не будет равна нулю, ну, условно, когда устанут вводить температуру, то у меня это самое, нолик туда подадут. И я смотрю, если температура выше 37,5 градусов, то такого человека я считаю как больного. Ну, можно, то есть вот это действие можно взять и погрузить под условия if. Не проблема. Тогда будет фильтрация дополнительно накладываться. Ну, про фильтрацию я вам планировал рассказать еще. Вот, это будет в следующий раз. Поэтому сейчас я акцентировать на этом не буду. Вот, про произведение я немножко задел, но тоже упомяну. Давайте явным образом. Давайте заведем только переменную, я назову буквкой p от слова production. Если я просто сделаю так, p домножить на умножить равно х, то проблема будет в том, что у меня, я домножаю на х, но изначально там лежал ноль. В результате ноль был, ноль и останется. Поэтому у меня начальным состоянием, когда последовательность пустая, я буду называть произведение равно единичке. Это очень, кстати, нетривиальный вывод. Сумма нуля чисел равна нулю. Произведение нуля чисел равно единице. Но это приходится так считать, чтобы это было адекватным. Так, я не вижу себя. Видите ли вы меня? Вы меня должны видеть сейчас. Все окей. Итак, что нам осталось обсудить? Вот я рассказал вам про ход исполнения программы, про цикла и вервления. Мы обсудили статистические алгоритмы, в которых у нас цикл заточен на считывание данных и подведение некоторых статистик. Смотрите, сейчас я сделаю такую классификацию. Очень я ее люблю делать. В следующий раз тоже это нарисую. Вот представьте себе, что все алгоритмы можно разделить на 4 вида. На 4 вида. Это функциональное. То есть было число, стало число. То есть был некий х, стал некий у. Ну этот у вычисляется по принципу f от х. Ну какая-то формула. Возвести в квадрат, умножить на 2, вычесть единичку. Алгоритмы, которые мы с вами сейчас обсуждали статистические. Это алгоритмы статистические. Они представляют из себя выжимку. То есть у меня есть много иксов. На самом деле они могут быть числами, могут быть чем-то еще. И фишка в том, что их неопределенное до конца может быть количество. Может быть и известное или неизвестное, но оно становится известным в тот момент, когда мы запускаем алгоритм. Но мы должны сделать статистическую выжимку и выдать некоторое итоговое значение. Одно. Например, такими алгоритмами является сумма чисел, произведение или просто хотя бы подсчет. Давайте я лучше даже подсчет поставлю сюда в начале. Может даже до суммы мне надо было его написать. Потому что само действие еще тривиальней. Подсчет сумма произведения. Соответственно, для подсчета давайте я еще раз обобщу. Инициализация какая? n равная 0. Итерирование какое? n плюс равно 1. Для суммирования инициализация сумма равна 0. Итерирование сумма увеличивается на очередной х. Произведение. Произведение изначально кладем в единичку, когда мы хотим итерироваться, добавить очередного. Мы старое произведение домножаем на х. На самом деле вот этих статистических алгоритмов очень много. Они бывают разной степени сложности. Но вот те, которые я написал, они еще называются однопроходные. Потому что вот эту последовательность нам не нужно запоминать. Мы ее обрабатываем как бы на ходу. Или еще их называют индуктивные. Потому что мы как методом математической индукции накапливаем результат. Накапливаем, накапливаем. Просто потом в конце надо выплюнуть. Вот, пожалуйста. И в любой момент времени мы знаем текущий результат. Тоже такой краси красота. Индуктивные статистики. Однопроходные алгоритмы. Но, есть простой и интересный и ценный класс алгоритма, в которых была последовательность. То есть здесь какая? Была последовательность, стало число. А теперь здесь наоборот. Было число, стало последовательность. Да? Ну, я вот немножко вот сюда вот это оторву. Вот сюда, да? Я здесь напишу, что была последовательность. Число. Да? А там число, последовательность. Получается, что это генеративные, генерирующие алгоритмы. Или просто генератор. Слово генератор не будем пользоваться. Генери... Алгоритмы генерации последовательности. Да? Генерирующие. Впрочем, слово генератор тоже тут неспроста звучит. Вот. Но мы на питон сейчас проходим. Что мы можем делать, да, генерирующим мелк? Что мы можем генерировать? Ну, вот уже была сегодня ситуация, когда я сказал, вот у меня число n, да, а алгоритм выдает числа 0, 1, 2, 3, тра-та-там. Последним выдает число n-1. Это был просто цикл for. Или циклом while я это делал. Или вообще на go to, самая первая программа, она вот это дело в принципе делала. Ну, она там еще ABC печатала. Но если я ABC печатать не буду, а буду тупо печатать число, то она будет распечатывать, собственно, вот там, правда, она делала 1, 2, 3, тра-та-там n. Но потом, когда мы к циклу for перешли, я сделал так, что она там 0, 1, 2 печатала. Что это такое? Это, по сути, арифметическая прогрессия. Если, правда, я делал поправку, не обязательно 1 число. Можно, чтобы начальных параметров для генерации было несколько. Классический вариант – это когда у нас есть start, stop и step. 3 параметра. Тогда я говорю так. Начнем со старта. x равно start. Дальше. x, стоповое значение, не включается в последовательность. Как n не включается вот в эту последовательность. Тогда я говорю, x меньше, чем стоп. Я сейчас буду считать, что моя последовательность возрастает. Иначе мне придется вот здесь вот хитрить с вот этим знаком сравнения. Если убывающее, там, должно быть x больше. Ну, мы сейчас будем считать, что у меня, это самое, именно возрастающая последовательность. И, собственно, x увеличить на этот самый шаг. Плюс равно step. И можно заметить, что что это все прекрасно вложится в цикл for. Цикл for в c++ с легкостью позволяет генерировать арифметическую прогрессию. И в теле цикла каждый раз у меня очередное значение, которое у меня выплевывается на экран, это очередной член этой самой арифметической прогрессии. Начиная со старта, с шагом step, не достигая, ровненько не достигая стопа. И это при том, что здесь нет... В питоне это решается красиво, элегантно, но с точки зрения глубины языка сложно. Потому что range – это такая непростая фигня. Range – это генератор арифметических прогрессий, for списочный, и он этого генератора, он его как бы доит, говорит, да и еще. А в тут никакого генератора. Тупо прямые вычисления. И просто, вот как это раскладывается в цикл while, как можно это в цикл while разложить. Красиво то, что я могу превратить это вот так вот просто. Превратить арифметическую прогрессию в геометрическую. Пэм! Все. Реально все. Ну, естественно, что в этом случае нужно адекватный старт, неравный нулю дать. Да? Ну, например, x равен единичке, да? x меньше, чем, давайте, меньше, чем 1100, x умножить равно 2. И я увижу степени двойки, да? Начиная от единицы, нулевая степень двойка, ну, все это в цикл for, да? И вот здесь вот выплевывать эти самые x на экран. А еще, слушайте, какая красота, ведь я на самом деле могу генерирующий алгоритм состыковать со статистическим. Я могу подсчитать сумму прогрессии, правда, надо ли. Дело в том, что формула суммы арифметической и суммы геометрической прогрессии, она делает это быстрее. Формула, она проще. Если у вас есть математика в запасе, то вам не нужно долбить в тупую. Да? Ну, и уж если я имею какую-то сложную прогрессию, которую мне трудно проанализировать, например, такой красивой прогрессией является арифметико-геометрическая прогрессия. Представьте себе, что у меня не один степ, а у меня два параметра увеличения. Я говорю, следующий х равен старому х, домноженному на некое а с прибавлением некоторого b. Это арифметико-геометрическая прогрессия. Давайте я приведу пример. Например, начальный х равнялся единичке. Домножение будет происходить на 2, прибавление единички. Единичка умножить на 2 будет 2 плюс 1 3. Тройка умножить на 2 6 плюс 1 7. Умножить на 2 плюс 1 15. Умножить на 2 плюс 1 31. Ну, между прочим, кстати, красивые числа. Если записать их в двоичной системе числения, то получится арифметика и геометрическая прогрессия тоже такое бывает. Надо сказать еще раз, что тут фантазия может быть велика. И генерирующих, опять же, алгоритмов может быть довольно много. на сегодня мы с вами этот разговор закончим. Вот, давайте обсудим, обсудим, что на данный момент, что на данный момент вы можете порешать. к сожалению, у меня абсолютно нет времени возможности собственно заготавливать задачки на автоматическую проверку. А вычитывать ваши тексты мне будет, ну, слушайте, хотя, знаете, может быть имеет смысл. Давайте я буду, вот те, кто молодцы, кто пришли, вас сегодня я вижу там 17 человек, включая, правда, меня, давайте 16 человек считаем. Круглое число, круглое число, 16 человек, вот, всех, кто пришел сегодня, я вас зафиксировал, сейчас, секундочку, вот так вот я вас фиксану сейчас, оп, вижу я вас, о, все, вот теперь я всех вас точно зафиксировал, вот, короче, можете в телеграмм прислать мне решение задачки, давайте я сейчас покажу задачку, а я хотел бы увидеть ваши исходные тексты, и так, давайте, я не буду много давать, тем более, что еще и каникулы, давайте мягонько с задачками, что хотел, я хотел бы открыть, этот, информатикс, вот, и мы посмотрим с вами, значит, вот где-то, вот недалече здесь, есть, эти, вычисления сумм произведений, обработка последовательности индуктивной функции, сейчас мы тут найдем чего-нибудь, последовательность целых неотрицательных чисел, количество членов последовательности, ну, слишком простая задачка, количество элементов, которые больше предыдущего, вот красивая задачка, вот ее, давайте мы, я сейчас вам покажу, и скину ссылочку в телеграм, и так, задачка, значит, на информатикс, я скину, чтобы в беседе не пропало, я скину в телеграм, это дело, ой, секундочку, нет, не сюда, а, вот, задачка, количество элементов, которые больше предыдущего, сейчас, секундочку, простите, значит, если вы там зарегистрируетесь, то у вас будет возможность проверить эту задачку, и так, последовательность состоит из натуральных чисел, завершается числом 0, натуральное, это понятно, да, не отрицательное, а 0 терминатор, определите, сколько элементов последовательности, больше предыдущего элемента, то есть, вам нужно будет помнить последний введенный элемент, ну, подумайте, как это сделать, я ничего рассказывать не буду, вот, значит, еще раз, вы можете проверить программу там, я буду рад увидеть текст вашей программы, если вы пришлете мне его, самый примитивный момент, давайте пока на данный момент самый простой способ, это в телеграм, кто не пришлет, не будут просматривать, вот, а так до следующего четверга принимаются решения, давайте ваши вопросы, и завершаем занятие, товарищи, слушайте, у меня есть к вам вопрос, на самом деле, у меня, что было, ну, яйцо, как я thought,